Это новость от ВК, и мы продолжаем работать для вас. Красноярский депутат Артём Бадюков готовит красноярцам сухой закон. Реализация алкоголя в магазинах, ресторанах и кафе может быть запрещена в 150 метрах от детских, образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Моя коллега Юлия Афанасьева сегодня посмотрела на карту города и поняла, продавать алкоголь нельзя будет практически нигде. Но от алкоголизма, например, пивного, ограничения не спасут. О том, как рождаются такие нормы и чем их оправдывают сами депутаты, ответ в нашем репортаже далее. Будь то 150, 50 метров, даже 2 метра, это способно развитию недобросовестной конкуренции. Известие о пресловутых 150 метрах от учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта предприниматели встретили как гром среди ясного неба. Красноярск может совсем скоро стать городом без ресторанов, баров и супермаркетов, зато с миллионом деревьев и турниками. Ограничения на продажу алкоголя, о которых заговорили городские депутаты, приведут к коллапсу на рынке и его переделу, уверены рестораторы. Ведь при желании возле каждого учреждения общепита или магазина можно с легкостью найти стоматологический кабинет или даже массажный салон. Они тоже в списке учреждений, возле которых продажа алкоголя будет запрещена. По какому принципу и на каком уровне государственное регулирование одной сфере бизнеса фактически предоставляется преимущество перед другой сферой бизнеса? Есть и еще одно но. Предположим, конкуренты какого-нибудь ресторана могут найти знакомого стоматолога, попросить его открыть небольшой кабинетик и все. Ресторан придется закрывать. Пусть и находился он на одном месте десятилетиями, но это депутатам не важно. Зато теперь, удалив зуб, никто не пойдет пить пиво или, сдав кровь, пить водку. Алкоголя вообще может не стать. Нигде. Эксперты посчитали, ограничение на продажу алкоголя в радиусе не 150, а даже в 50 метрах приведет к закрытию полусотни супермаркетов по всему городу. Те, что останутся, вынуждены будут увеличивать цены на продукты. Средняя наценка на товары повседневного спроса, на социальные группы, 5-10%. То есть торговые сети зарабатывают на алкоголе. Если мы убираем доходную составляющую, для сохранения бизнеса мы должны будем поднять наценку на социально значимые товары. Но зато какая свобода для теневого бизнеса. В Красноярск вернутся 90-е. Алкоголем будут торговать таксисты, спирт будут продавать с первых этажей. А те, кто будут выдавать лицензии на продажу алкоголя, станут самыми влиятельными людьми в Красноярске. Ведь как посчитать те самые пресловутые 150 метров, вот в чем вопрос. Хотя на самом деле вопрос в другом. Откуда взяли эти самые 150 метров? Инициатор изменений депутат Артем Бадюков намекает, среднеарифметическое. Есть пожелания Бадюкова, да, 150 метров. Вот вы так хотите, чтобы я это произнес несколько раз. Есть пожелания общественников, километр они хотят, чтобы вообще за город вынести. Есть пожелания предпринимателей, которые хотят 0 метров. Учитывая все эти мнения, принять такое мнение, которое принесет результат. А результат у нас это снижение потребления алкоголя. Можно добавить снижение потребления алкоголя после посещения врачей, например. Или борьба с алкоголизмом среди зрителей оперы Руслана Людмила. Ну или сухой закон для детей, которые ходят в детский сад. Откуда взялся такой перечень и такое расстояние? Этим же вопросом озадачен коллега Бадюкова по партии. Егор совету Владимир Владимиров. В раздел всяких, скажем, социальных объектов включено очень много непонятных. Допустим, рынки, аэропорты, железнодорожный вокзал, стадионы. То есть многое, я думаю, можно исключить. Потому что, если мы берем во внимание развитые страны, там везде в этих местах продается алкоголь. Даже на стадионах. Просто если это разумно все сделано и есть контроль. Красноярцы тоже задаются вопросом, в чем логика депутата, который ограничения хочет вести. Попытка им сказать, с алкоголизмом хочет бороться, не помогает. Метры здесь точно не помогут, уверены горожане. Вряд ли это борьба. А что это? Ну, показуха. Ну, пойдут дальше и дальше купят. Один раз пробовали это делать, в 90-х, начало 90-х не получилось. А сейчас, тем более, это не получится. Не помогут эти меры и в борьбе с так называемым пивным алкоголизмом. На пиво меры не распространяются. Так что хоть кто-то получит существенную выгоду. Рассмотрение возможных ограничений планируется провести в сентябре. Видимо, после выборов. Ведь кандидаты всех партий так любят говорить про поддержку малого и среднего бизнеса. Юлия Афанасьева, Павел Пателицин, Евгений Мачев. Новости ТВК.